Интенсивное движение транспорта под окнами и парковка на зеленой зоне. Старшая 14-го дома по проезду Мишина обеспокоена тем, что двор стал небезопасным для жильцов. Женщина обратилась в администрацию Серпухова за помощью. Выходят из дома и почти сразу оказываются на проезжей части. Движение машин по внутриквартальному проезду активное, рассказывают жильцы 14-го дома. Сегодня к ним навстречу приехали заместители главы Татьяна Орлова и Игорь Суровиков, чтобы разобраться в ситуации и прийти к общему решению. Это правовое, которое позволит снизить поток машин, машинный поток, да, по этой дороге. Вот именно. Мы же понимаем прекрасно, что здесь как раз все срезают, не доезжают по основной дороге, срезают. Да, да, да. Можно ли установить знак «жилая зона»? Эту возможность рассмотрят. Так же, как и вопрос о том, можно ли сделать движение на данном участке односторонним. Жильцам рекомендовали посоветоваться с соседями из рядом стоящих домов. Важно еще и не столкнуть интересы пешеходов и автолюбителей. Парковочных мест рядом с домом явно недостаточно. Автовладельцы паркуются и на зеленой зоне. Это устраивает не всех. Детская площадка здесь, по сути, окружена машинами. Мы хотели бы эту зону освободить, поставить лавочки, ну и ограничиться полусферми или каким-то вот заборчиком, чтобы можно было людям в возрасте посидеть, отдохнуть. Потому что в округе даже, в принципе, и присесть. И сказали, мы подождем до весны, когда уже будет стаить снег и будет конкретно видно, что здесь можно сделать. Рассмотреть все варианты, согласовать между собой идеи, тогда и будет принято общее решение, как навести порядок в этом дворе.